Сегодня речь у нас с вами пойдет о минеральной косметике. Я достаточно продолжительное время ее уже тестирую, и я думаю, если вы регулярно смотрите мой канал, то могли ее уже достаточно часто замечать в различных видео, как в различных техниках я начала ее применять, так и в принципе в повседневной жизни она начала занимать все более и более значимое место. Давайте приступать, потому что о многом мы сегодня будем говорить. Я вам расскажу о плюсах и минусах минеральной косметики, сделаю конкретный обзор на косметические средства, которые у меня вот здесь сейчас лежат, и также покажу их вам все в действии. Для тех, кто абсолютный новичок в этом деле, как до недавнего времени была я, я до сих пор себя не считаю каким-то большим экспертом в этой сфере, но немножко все-таки уже копнула глубже. Так вот, минеральная косметика, чем она отличается? В первую очередь это тем, что она полностью натуральная. Минеральная косметика это не та косметика, которая с добавлением идет минеральных каких-то компонентов, это сугубо натуральные минералы, которые встречаются в природе, очень-очень мелкого помола. И как раз-таки из-за натуральности состава ее полюбили очень многие люди, и очень многие люди приверженцы настолько минеральной конкретно косметики, что другой косметикой они абсолютно не пользуются. И это меня как раз-таки подводит к основным достоинствам и недостаткам этой косметики. Давайте, наверное, начнем с недостатков. Для меня это один главный недостаток. Ну, за уши можно притянуть два недостатка. Первый, который такой притянутый за уши, это то, что вся минеральная косметика сыпучая, рассыпчатые текстуры сухие, которые просто неудобно хранить, неудобно наносить, они рассыпаются, они, бывает, пачкают столы, пачкают одежду, если где-то вы просыпете неаккуратно. Это такой, в общем-то, компонент, который очень многих напрягает, и я от многих слышу, что мне не нравится пользоваться пигментами, потому что это неудобно, это там пока его насыпешь, половину рассыпешь. Как раз-таки на этот момент можно еще закрыть глаза, если приноровиться к этой косметике, я думаю, проблем не должно быть. Но основной минус для меня в этой косметике заключается в том, что она не настолько насыщенная, как классическая, скажем так, декоративная косметика, то есть она никогда не создает на лице какой-то яркий, насыщенный образ. Она не подойдет для каких-то там суперрасфуфыренных образов, когда нужно достаточно много чего перекрыть, например, или скорректировать достаточно сильно. Она на это не способна. Но в то же время это как ее минус, так и одновременно плюс, потому что минеральная косметика отлично просто подчеркивает естественные какие-то черты лица, и в целом естественность образа она подчеркивает. И вы знаете, чем старше я становлюсь, тем меньше я, наверное, использую косметики у себя на лице, не только в плане именно количества продуктов, а именно в целом образа моего. Потому что я помню в 20 лет или там в 20 с лишним мне хотелось вот такие вот смокиаи, мне хотелось там, я не знаю, чтобы это было супер загорелое лицо, бронзер, чтобы яркая какая-то губная помада. Сейчас же я все больше и больше двигаюсь в сторону натуральности, потому что чем старше мы становимся, тем вот такой вот более естественный макияж лучше освежает и лучше смотрится. Именно поэтому мне сейчас очень понравилось пользоваться минеральной косметикой, потому что настолько натурального вида на лице не создает ни одна классическая марка косметики. Все равно вот когда ты пользуешься, к примеру, тоном, да, классическим, жидким, как бы я их не любила, но все равно под определенным каким-то светом, зачастую это дневной яркий свет, все равно видно, что у вас на лице есть косметика. С минеральной же косметикой ее можно нанести так, что вы действительно вообще никогда не догадаетесь, что она у вас на лице есть. Что же касается остальных плюсов, то здесь достаточно все банально, то есть как я и сказала, это натуральный состав и достаточно простой состав, то есть читая вот, если вы возьмете баночку и прочитаете состав, все компоненты понятные, то есть когда вы берете и читаете состав, к примеру, там какой-то классической жидко-тональной основы, если вы разбираетесь в этом деле, то вы скорее там увидите пару знакомых слов, скажем так, ну если вы не совсем эксперт, я имею в виду, а просто как бы вот поверхностно разбираетесь в этой теме, если вы совершенно не разбираетесь, вы там ни одного слова не найдете знакомого и понятного, когда здесь вы читаете и в принципе понятно, из чего состоит тот или иной продукт, и если не совсем понятно, то загуглить это и узнать достаточно просто по сравнению с классической косметикой. Давайте, наверное, сейчас я перейду конкретно к обзору. Сегодня мы будем с вами рассматривать марку КМ Косметикс, потому что у меня больше всего продуктов именно этой марки, и я очень долгое время их тестировала, где-то, наверное, месяца три, наверное, у меня уже эта косметика в таком вот постоянном обиходе. Я думаю, что этот обзор будет интересен не только тем, кто увлекается минеральной косметикой, но и тот, кто абсолютно с этим не знаком, кому это чуждо, но кому пригодятся определенные продукты, о которых я буду рассказывать. Давайте, наверное, приступать. Изначально расскажу, КМ Косметикс это российская марка косметики минеральной. У них на сайте очень широкий выбор продукции, у них есть все от базы для лица, заканчивая абсолютно всем, что нужно для лица, и также для глаз, и даже для бровей у них есть продукты. Поэтому, если вы фанат минеральной косметики, вы там найдете абсолютно все, что вам может понадобиться. Упаковка этой косметики достаточно обычная, то есть это прозрачная баночка с черной крышкой, на которой логотип вы можете прочитать. Но в то же время у них есть три размера вот таких вот баночек. Самые большие баночки у них для баз, тональных основ и пудр. Дальше идет немножко баночка поменьше, вот если сравнить их рядом, вот вы видите, насколько она меньше. Здесь уже находятся консилеры, бронзеры, румяна, хайлайтеры. И самые маленькие баночки у них для пигментов, которые выглядят вот так вот. Что же касается внешней упаковки, то она здесь тоже достаточно обычная, не броская, но в то же время здесь все, что нужно, все на ней вы найдете. Все, что вы видите сегодня у меня на лице, за исключением некоторых моментов, это все минеральная косметика. На лице только минеральная косметика, на глазах я пользовалась как обычными тенями, так и пигментами. И брови у меня сделаны просто обычным карандашом, не минеральные. Поэтому давайте приступать. Значит, начну я с базы. Это база под макияж выравнивающая. Я на эту базу уже делала отдельное видео с техникой ее нанесения. Очень многим эта техника понравилась. Если вы вдруг не видели еще эту базу в действии, то я вам обязательно ссылку на это видео оставлю. Обязательно посмотрите, потому что там в макросъемке видно результат до и после, поэтому можно хорошо рассмотреть. База эта мне очень нравится. Она потрясающе разглаживает поры. Если есть какие-то действительно поры заметные и вообще текстура заметная на лице, вот эта база очень круто ее выравнивает. И создается такая максимально гладкая поверхность, которая только может быть. Помимо всего прочего, это очень классная штука для жирной кожи. И именно конкретно в той технике я рассказываю, как делать макияж для девушек с жирной кожей, для того, чтобы он держался как можно дольше. Далее давайте поговорим с вами о тональной основе. Это основа сатиновая. У них на сайте есть матовая, сатиновая и сияющая. По-моему, я выбрала себе сатиновую, потому что у меня, ну я не очень дружу с матовыми текстурами, потому что кожа у меня немножко суховатая. И матовые текстуры могут подчеркивать какие-то морщинки, могут слишком пересушивать мне кожу. Что же касается сатиновой, то мне она очень понравилась. Я эту пудру уже показывала в своих фаворитах и рассказывала, как я ее использую. Мне безумно нравится, как она смотрится. Сейчас она тоже у меня на лице. И в принципе я всегда боялась ее наносить для съемки видео, потому что мне казалось, что возможно ее покрытия будет недостаточно для того, чтобы вот именно снимать видео с ней. Но я думаю, что сейчас вполне нормально все выглядит. И я бы сказала, выглядит совершенно не хуже, чем какая-то классическая косметика. Очень достойно себя показывает, очень натурально выглядит. И за это я тоже люблю минеральную косметику, потому что она, возможно, не перекроет вот абсолютно все. Через этот тон будет видно какие-то, может быть, сосудики где-то у вас просматриваются, какие-то, может быть, пятнышки там пигментные проглядываются, где-то еще там что-то чуть-чуть видно. То есть все равно создается естественный вид кожи, но при этом она намного более выровненная по тону и по текстуре. В общем-то мне результат очень нравится. То, что я вам еще не показывала, консилер. У меня это оттенок CN1. Кстати, тональная основа, у меня оттенок NM1. И мне он очень даже подходит. То есть вот сейчас вот отлично на это время мне подошел. Консилер CN1. Консилер, не могу сказать, что это мой какой-то сильный фаворит, потому что мне все-таки его покрытия, наверное, недостаточно, и я не очень люблю наносить его в зону под глаза. Конкретно для этого видео я его нанесла и в зону под глаза тоже. Но вот я точно знаю, что где-то там часа через 3-4 я буду чувствовать сухость под глазами. Поэтому, если у вас тоже такая проблема, то, возможно, вам стоит все-таки остаться на классических каких-то консилерах, а этим не пользоваться. Если же вы под глаза вообще ничего не наносите, и вам достаточно просто слегка там где-то что-то нужно еще дополнительно перекрыть, то тогда, возможно, вам этот консилер очень даже понравится, потому что на каких-то несовершенствах он работает нормально. Я его наносила на крылья носа, там где у меня сосудистая сеточка, и вот просто на 5 с плюсом это все перекрывается, поэтому в этом плане никаких претензий нет. И, кстати, по поводу тоже нанесения. Многие боятся, что минеральная косметика, так как это все в основном такие пудровые продукты сухие, что она будет сушить кожу. Но на самом деле минеральную косметику нужно наносить уже на подготовленное лицо, то есть вы изначально делаете свой ежедневный уход и ждете пока вот все ваши кремы, которые вы нанесли, сыворотки и так далее впитаются где-то минут 15-20, и после этого на подготовленное лицо вы наносите уже минеральную косметику, и отлично это все работает. Если на сухую кожу, да, это будет подчеркивать шелушение, да, это будет как-то проваливаться в морщины, их подчеркивать, на жирную кожу может лечь пятнами, поэтому изначально подготавливаем кожу, и это, кстати, важно не только с минеральной косметикой, это крайне важно с любой косметикой, в каком состоянии у вас кожа. Дальше давайте поговорим с вами о бронзере. У меня бронзер BR 201, когда я выбирала, я хотела бронзер не холодного оттенка, а именно бронзер, бронзер, да, не корректор, и вот этот, мне кажется, что он достаточно классный, но вот не стопроцентное попадание в то, что я вот просто обожаю. Вот сейчас у меня этот бронзер на скуле, тоже на лбу я его наносила, мне кажется, очень неплохо он смотрится, в принципе, к нему там глобальных каких-то претензий у меня нет, но в то же время какие-то другие мои бронзеры классические мне нравятся немножко больше. Дальше есть у меня тоже два оттенка румян, сегодня у меня на лице оттенок B207, это очень-очень-очень натуральный такой оттенок румян, еле-еле заметный на лице, оттенок B202, немножко более такой вот как морозный, свежий, розовенький такой вот оттенок. А я румяна не очень люблю, в целом, как бы я практически никогда ими не пользуюсь, эти мне румяна понравились тем, что они вот настолько натуральные, да, что они не слишком выбиваются, как бы их видно на моем лице, именно из-за этого я ими могу пользоваться, но опять-таки это не что-то такое, без чего я не смогу жить, если они завтра у меня закончатся, как и любые другие румяна, наверное, но это сугубо мое предпочтение, у них есть тоже разные сияющие румяна, у них есть матовые румяна, в общем-то у них очень много вариантов, и что мне нравится, у них практически под каждым оттенком есть отзывы, поэтому вы можете почитать отзывы реальных людей, что там люди пишут, кому как нравится, как кто описывает, в общем-то, продукт. Дальше тоже есть у меня два хайлайтера, один из этих хайлайтеров у меня закончился, и не потому что я так сильно много пользовалась, а потому что я его использовала для своего видео, там где я создавала хайлайтер на цветке по типу Lancome, если вы, опять-таки, это видео не видели, я вам обязательно оставлю на него ссылку в описании под видео, посмотрите, этот хайлайтер, который я использовала, это оттенок H1, он очень такой вот светлый, холодный, морозный такой вот оттенок ледяной на хайлайтера, и есть у меня его полная противоположность, которая у меня сегодня на лице, оттенок H5, это более песочный, вот такой вот именно красивый песочный хайлайтер, очень деликатный, максимально деликатный, насколько это может быть, при повороте головы под определенным градусом создается впечатление, что это просто естественная, такой вот естественный перелив кожи, абсолютно не видно, что это какой-то продукт нанесен на лице, и это, мне кажется, его огромное достоинство. Что же касается глаз, сегодня у меня в центре века я нанесла пигмент, это оттенок нежный персик, очень красивый пигмент, я на самом деле люблю пополнять свою коллекцию какими-то интересными пигментами, и я уже на канале делала несколько видео с пигментами вот этими от КМ Косметикс, опять-таки макияжи я вам оставлю внизу с этими пигментами, у них есть просто потрясающие пигменты, первый это цветок орхидеи, с ним я макияж делала, пигмент водный мир тоже потрясающей красоты, просто вот это уникальные такие вещи, и тоже мне очень понравился, они его называют здесь пигмент, бриллиантовая россыпь, но на самом деле это очень-очень мелкая слюда, она зажигает любой макияж, вот в каком-то смокеай темном это смотрится просто бомбически, что же касается нежного персика, то это скорее был мой выбор такой вот повседневный, потому что это очень нежный, деликатный оттенок, который классно смотрится в каких-то таких вот базовых и не кричащих образах, еще с пигментом очень важно, на какую базу вы его нанесете, потому что в зависимости от выбора базы, он может совершенно по-другому себя проявить, в нем могут быть какие-то доминантные частицы, одни проявиться, либо другие, поэтому играйтесь обязательно, если у вас есть какие-то пигменты, пробуйте на разные базы наносить, у вас будет разный эффект. Это все, что у меня сегодня на лице, я вам показала это и в действии, и просто по описанию, могли послушать, как это все работает, что же касается того, чего у меня сегодня нет на лице, это еще хочу вам рассказать о пудрах, пудрах именно финишных, у меня есть три пудры, их финишные, самая-самая-самая моя любимая, это где ты, вот она, это пудра финишная сатиновая, оттенок N1, об этой пудре я уже тоже рассказывала в отдельном видео, я, мне кажется, вообще о большинстве продуктов уже делала отдельные видео, потому что они того заслуживали, и они в конкретных тех или иных техниках очень круто работали. Сатиновая финишная пудра, потрясающая вещь для закрепления консилера под глазами, просто феноменальная пудра, которая не проваливается в морщины, не создает какую-то грубую текстуру под глазами, не подчеркивает какую-то текстуру тоже вот именно кожи под глазами, то есть с этой пудрой кожа под глазами выглядит так, как будто она разглажена и отфотошоплена, вот именно так бы я это описала, безумно классно смотрится, вот именно в плане закрепления консилера в этой зоне. Еще у меня тоже есть более классическая пудра, финишная закрепляющая оттенок N1, она такая, знаете, наверное, более банальная по сравнению с предыдущей, если предыдущая, ну прям вообще просто у меня вызывает бурю эмоций позитивных, то вот это просто хорошая пудра для закрепления, и возможно вот этой пудрой я бы больше закрепляла лицо, если бы мне нужно было закрепление вот именно макияжа на лице сатиновую, я бы, наверное, на все лицо не использовала. И последняя пудра, которая у меня есть, это пудра финишная прозрачная с золотом, это, наверное, самая нарядная пудра из всех, о которых я вам говорила, потому что она создает именно такой вот очень красивый, сияющий вечерний образ. Для дня это, наверное, неуместно было бы ее нанесение, но вот вечером под искусственным освещением, с каким-то насыщенным красивым макияжем, она создает очень такой дорогой, очень красивый нарядный вид. И вот, собственно, подобрались мы с вами уже к концу этого видео, я очень надеюсь, что оно было для вас полезным, обязательно поставьте палец вверх, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube обязательно будет вас оповещать о выходе моих новых видео. Обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok